Неделя тишины прервалась работой украинской артиллерии на различных участках фронта. Донецк, Горловка и другие населённые пункты ДНР подверглись обстрелам со стороны украинских силовиков в ночь на понедельник. Как сообщили в Донецкой администрации, под обстрелами оказались Кировский и Петровский районы города. Около 11 часов ночи вследствие прямых попаданий в посёлке Старомихайловка Кировского района зафиксированы разрушения в четырёх домах и одной хозпостройке. Обстрел вёлся со стороны Красногоровки. В Петровском районе снаряды разрывались в 10 часов вечера и до полуночи. Прямым попаданием был разрушен частный дом на улице Менделеева. По предварительным данным, жертв удалось избежать. Информация о других разрушениях уточняется. Артиллерия вооружённых сил Украины снова ударила под Окучаевску, Горловке и Марьинке. Также зафиксированы бой столкновения в районе Спартака. С позиций около села Николаевка вооружённые силы Украины открыли артиллерийский огонь в сторону Докучаевска. Как заявляют представители ополчения Новороссии, украинская сторона при обстрелах территорий Донецкой Народной Республики использует РСЗО «Грат» и «Ураган». К артиллерийскому обстрелу города Горловке вооружённые силы Украины подключили ещё несколько огневых позиций с северо-запада и запада. Это Дзержинск, Часов, Яр и Кадема. В половину десятого вечера 23 августа подвергался обстрелу Докучаевск со стороны Николаевки. Обстановка стала напряжённой. Киев готовится к войне. Вооружённые силы Украины продолжают проводить комплекс мероприятий по усилению ударных группировок в районах и их сосредоточение для предстоящего наступления. Руководство вооружённых сил Новороссии опасается о наступлении киевских силовиков уже сегодня. По данным разведки ДНР, украинская армия может взять Донецк в двойное кольцо, сообщает глава Минобороны ДНР Эдуард Басурин.